Сейчас у нас есть возможность послушать, что же нам скажет Патрик Чан. Давайте послушаем. Патрик, как ты себя чувствуешь после того, как выиграл первый свой чемпион в Москве? Я очень счастлив, что сделал это именно в Москве. Плохо слышно, к сожалению. У меня совершенно фантастические впечатления быть в Москве и показать вот такое фантастическое катание. Мне очень понравилось. Я очень рада, конечно, что здесь выиграли. Я был здесь в ноябре на Кубке России к рампре и не показал свой лучший прокат, но вот этот раз все полетилось. Я даже сделал два четверних. И, конечно, я очень горжусь этим и очень рада, что я смог показать вот это в России, в Москве. И большое спасибо России за то, что они провели чемпионат. Спасибо Москве действительно за то, что она приняла чемпионат мира в столь экстремальных условиях, за то, что подарила нам такие эмоции. Как будете отмечать победу? Спасибо всем, кто поддерживал. Поддержки моей команды. Мы находили здесь в Москве все вместе. Как вы будете отмечать победу? И сказал, может быть, выпью водку? Выпью водку? Это я не расслыхил. Шутил, конечно. Я сейчас буду просто награждаться и буду поддерживать своих товарищей по команде. А поддерживать в сборной Канады есть кого. В частности, в танцах Тесса Вирчу и Скотт Муэр, олимпийские чемпионы, которые еще тоже вполне, может быть, докатаются до Сочи на том же уровне, который они продемонстрировали в Ванкурии и в Турине в прошлом году. Было ли сложно после такого чистого проката остаться целенаправленно на произвольную программу? Для меня было очень важно, что прокатать чисто не только короткую, но еще и произвольную программу, говорит Патрик. Ну, когда после того, как в начале стало получаться, получились четверные прыжки, и дальше уже все пошло по накатану. Вопрос был, как вы вообще смогли сосредоточиваться, потому что у вас был такой большой отрыв после короткой программы, и вы еще катались в первой разминке. Патрик сказал, да, конечно, это был большой вызов для меня. Да, это был, безусловно, большой вызов для Патрика. Я смогла собраться, я вообще был очень раскованный человек, и то, чтобы можно меня отвлекаться, но было очень важно, что я собрался и смотрел на эту программу, как бы на какую-то другую программу. Не важно, что здесь вот чемпионат мира. У меня такое впечатление, что я вот эту девушку видел в Бернии, и мне кажется, она говорила чисто по-русски, а сейчас откуда взялся акцент. Нет, нет, она действительно говорит по-русски, это Таня Флада, пресс-эташе Айсио, она говорит по-русски, хорошо. Кто первый вас поздравил? Мой тренер. Сейчас я, честно говоря, прослушал ответ Патрика Чана, у нас есть некоторые свои внутренние переговоры, и сейчас я вам расскажу об их содержании сразу после окончания этого ответа. И я очень благодарна за то, что они были со мной все время. Спасибо большое, спасибо большое. Спасибо, спасибо. И сразу после окончания церемонии награждения в 17 часов 30 минут по московскому времени вас ждет очередное включение из студии, и где помимо прочих сюжетов, помимо прочих материалов, которые будут подводить итоги в мужском одиночном катании и предварять произвольную программу в спортивных парах, я вам сразу анонсирую, что у нас будет в программе эксклюзивное интервью Патрика Чана только для телезрителей нашего телеканала. Подиум уже на льду, и фигуристы готовы к тому, чтобы подняться на пьедестал почета. Медали уже ждут своих обладателей, и совсем скоро Чан получит столь долгожданное для себя золото. Кадзука сходу ворвется на вторую ступень, попутно едва-едва не опередив, не то чтобы не опередив Чана, попутно установив результат, который можно было считать рекордным, если бы не выступление Патрика Чана сегодня, Артур Гачинский, установив мыслимые и немыслимые рекорды личные для себя и в короткой, и в произвольной программах, и по сумме тоже покинет эти соревнования с бронзовой медалью на первом для себя чемпионате планеты. Вот видим президента Международной Федерации, Аттаю Чинкуанту, президента Российской Федерации, Александра Горшкова. Все готово к церемонии награждения. Церемония награждения победителей и призеров Чемпионата мира по фигурному катанию 2011 года в Москве, мужское одиночное катание. Церемония победителей и призеров Чемпионата мира по фигурному катанию 2011 года в Москве, Россия. Виктория церемонии, мужское одиночное катание. Смотрим на таблицу, сейчас и поражаемся. Цифры какие-то фантастические на табло. Ну, конечно, очень приятно, что Бачинский третий. Но Кадзука со своими 258 и сколько он там получил? 180, почти 181 в произвольной. Это тоже что-то непутающееся объяснение. Про Чана не говорю, Чан другой был выступающий. Чан вне конкуренции, да. В мужском одиночном катании 2011 года завоевал Патрик Чан, Канада. 20 лет канадскому фигуристу и он впервые становится чемпионом мира. Патрик Чан, новоиспеченный абсолютный победитель этих соревнований с тремя мировыми рекордами и первым золотом первенства планеты. В своей карьере. Он с таким катанием предположил, что он еще не один год будет на это золото претендовать. Но в то же время ведь и другие подтянутся. Второе место. Серебро. Токахика Кадзука. Блестящее выступление. В произвольной программе. И он второй. Наверное, в этом есть какая-то очень человеческая справедливость, что Япония, пострадавшая от стихии, Япония, пострадавшая от 13 чемпионата мира, уже в первом виде, оказывается на предестале почета с новым героем. Токахика Кадзука. Токахика Кадзука. Чемпион Японии и серебряный призер чемпионата мира. И очень достойным классным катанием. Катание я видел у вас, Евгений, я видел у вас, Евгений, осознавал себя во время его произвольной программы и понимал, что это катается призер, и скорее всего серебряный призер чемпионата Европы, и мы не ошиблись. Но только 180 баллов сложно было предположить, тем не менее это стала реальностью. И бронзовую медаль завоевал Артур Гачинский. Чемпионат мира, конечно, мир. Артур Гачинский, бронзовая чемпионата мира с первого захода. Артур Гачинский порадовал московскую публику, и надо признать, что эта медаль абсолютно заслужена. И ни о каких тут родных стенах, если можно об этом говорить применительно к судейской бригаде, речь не идет. Эта бронза абсолютно заслужена. Артур на нее накатал. И так, Евгений? Да, безусловно. Безусловно. Поздравляем от всей души Артура с этой долгожданной медалью. Еще год назад, после Олимпиады, казалось, что... Честно признаюсь, мне не очень казалось. Я знаю, что там у нас пувениором, но все-таки многие говорили о том, что с фигурным катанием у нас некие проблемы возникли, когда Плющенко остался вторым на Олимпиаде, а потом единственная медаль была завоевана в Турине, Калагуте Смирново. И вот мы вновь на перестали почет. От Тавио Читкванта Александр Горшков. И сейчас будут вручены медали призерам первенства планеты. Патрик Чан. Кстати, у Патрика уже есть такие поклонники, которые в его честь сделали ростовую кухню. Но, правда, она не очень большая, 47 сантиметров, но там также дугообразные брови. В общем, очень похоже. Посмотрите на его официальном сайте, на самом деле очень похоже. Токахик Кадзука, серебряный призер чемпионата мира. И взрывайся, Хадынка, бронза у Гачинского. Браво, Артур! Спасибо, Алексей Николаевич Личин, за очередного ученика. Ветры вручает президент федерации фигурного катания на коньках России Александр Георгиевич Горшков. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Официальные рефери и технические контролеры этих соревнований сейчас приветствуют призеров Чемпионата Мира. Официальная церемония. Я думаю, этим призерам сейчас приятны любые поздравления. Они выложились на 100%. Они дотерпели вот этот месяц, который для многих стал непростым испытанием. И в итоге они сейчас лучшие. Артур, по-моему, сам не верит, что он стоит на педестале Чемпионата Мира. Что ж, Патрик Чан, слушай канадский гимн. Ты первый! Официальный гимн страны кленового листа в честь победы Патрика Чана на Чемпионате Мира. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Субтитры создавал DimaTorzok Огромное спасибо всем любителям фигурного катания за то, что были с нами все эти соревнования у мужчин в короткой произвольной. Меня зовут Александр Гришин. Спасибо Евгению Рукавицыну. Евгений, вам желаем успехов с вашей ученицей Ксении Макаровой, соревнования женщин. Всем счастливо! До скорой встречи и ни в коем случае не переключайтесь. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok